Доброе утро, уважаемые трейдеры. Приветствую вас на торговой сессии среды. Как всегда, мы продолжаем следить за финансовыми рынками, анализировать основные фундаментальные события, смотреть за тем, как эти события влияют на ключевые торговые идеи по таким же ключевым финансовым инструментам. Вчерашняя торговая сессия явно нам еще раз продемонстрировала, что нервозность на финансовых рынках возрастает. За этой нервозностью скрываются колоссальные возможности из-за роста волатильности. И в связи с этим мы должны как минимум сейчас быть бдительны к тому, что происходит. Может быть в отдельных моментах не бояться рисковать, если есть понимание того, что актив должен повести себя так или иначе. Но для тех трейдеров, для которых все же являются ключевыми посылами, что ли, либо правилами деятельности на консервативный подход, я надеюсь, что если вы относите себя к консервативным трейдерам, то для вас долгосрочные идеи. Это то, что составляет основу торговли. Тогда вам на этот шум не стоит обращать внимание. Нужно держать те позиции, которые вы наверняка уже заняли давно в расчете на те изменения, которые прогнозируются с большей долей вероятности. Основной костяк идей базируется на укреплении курса доллара и на снижении стоимости нефти. Как раз поведение вот этих активов в конце концов и влияет на отдельные активы прямым образом, но на большинство косвенно. Но все равно это влияние становится очевидным. Сегодня, друзья, из важных событий, на которые нужно обратить внимание, это торговый баланс Канады в 15.30 по московскому времени вводит этот отчет. Смотрим за статистикой по экспорту и импорту. Очень важно сейчас не упускать из вида эти отчеты. Почему? Потому что канадская экономика явно начала в последнее время сдуваться из-за тех проблем, которые имеют место быть по причине ввода Соединенными Штатами Америки дополнительных импортных пошлин. Из-за тех проблем, с которыми сейчас столкнулся бизнес, потеря интереса, собственных промышленностей Канады, снижения инвестиций, из-за того, что сейчас идут полным ходом обсуждения переговорческого переговоров и соглашения по нафту. Я, кстати, сегодня поделюсь с вами последними новыми вводными по поводу этого соглашения и того, как идут переговоры. Но вы наверняка заметили, что вчера канадский доллар оказался под серьезным давлением. И, наверное, отталкиваясь от того, что мы постоянно следим за фундаментом, можете уже прийти к выводу о том, что были новости, которые стали причиной, опять же, того давления, которое мы наблюдали. И в 17.30 сегодня также выйдет отчет по запасам нефти в США. Это классический набор релизов запаса нефти, бензина, дистиллятов, то есть нефтепродуктов и еще и объемы нефтедобычи с учетом недельного изменения. За этой статистикой мы внимательно следим, потому что считаем, лично я абсолютно в этом уверен, то, что рост активности американских производителей будет все больше и больше влиять на намерения представителей ОПЕК в ближайшее время. Не то, чтобы поднять вопрос о выходе соглашения, но уж, по крайней мере, обозначить позицию того, что не нужно уже на 100% соблюдать те квоты, которые стали основой вот этой сделки энергетического пакта, которая действует с 2016 года. Так, планомерно давайте перейдем к тому, что происходит на рынке нефти. 75.03 – это закрытие вчерашней торговой сессии, 75.62, даже чуть повыше уже мы сейчас торгуемся. Вчера распродажи были довольно существенными, агрессивными, может быть, даже и обвал цен на нефть вчера повлиял на то снижение канадского доллара, которое мы видели, в частности, бренд добрался до минимальной отметки, по-моему, с начала мая. Но вот интересно, что буквально под конец торговой сессии покупатели все же смогли собраться и практически выкупили все дневное снижение, но все равно день был закрыт на отрицательной территории. Новостной фон ни грамма не меняется, за последние дни существенных изменений явно не произошло, если не сказать, что за последние несколько дней мы лишь убедились в том, что нужно сохранять прежние короткие позиции, потому что новостной фонд тому способствует. В целом, основная идея, которая сейчас витает на рынке нефти – это идея, которая основана на ожиданиях трейдеров того, что в ходе июньского заседания ОПЕК, которое состоится 22 июня, времени до него все меньше и меньше, представители ближневосточного картеля поднимут вопросы о увеличении нефтедобычи путем смягчения вот этих ограничений в рамках индивидуальных квот. И я в этом ни грамм не сомневаюсь. Последние комментарии одного из ведущих участников, собственно, этой сделки России, ссылка на министра нефти России Александра Новука, следующего содержания. То, что на предстоящей встрече необходимо обязательным образом поднять вопрос пересмотра текущей редакции соглашения. С учетом новых вводных, по мнению Александра Новука, эти новые вводные основаны на актуальном спросе, на текущих показателях предложений и на резком сокращении избытков, опять же, предложений, запасов, что является следствием этого актопакта, который действительно помог решить ту проблему, которую изначально оставили. Поэтому мы будем ждать это заседание. Мы будем следить за тем, как меняются настроения на рынке. Я предлагаю вам, если вы раньше этого не делали, сейчас с большей предвзятостью отнестись к изменению такой контрактной емкости данных CFTC. Вы сможете убедиться в том, что по оценке американской комиссии по торговле товарными фьючерсами, куда, разумеется, поставляют и высылают отчеты отдельные брокеры о состоянии клиентских позиций. Сейчас можно увидеть то, что трейдеры, крупные институциональные представители начинают активно сливать длинные позиции. Не то, чтобы разворачиваться, но отказываться от прежней уверенности в том, что нефть продолжит расти. И сейчас длинные позиции находятся на минимальных значениях за последние 8 месяцев. Это явное перепозиционирование, которое указывает на то, что крупные трейдеры допускают возможность развития нисходящего ралли, которое может произойти совсем скоро. И у нас не какие-то эфемерные представления о том, что когда-то в летнем сезоне это произойдет. У нас есть конкретная дата 22 июня, мы на нее сейчас и ориентируемся. Масло в огонь подливает производство нефти в Штатах, увеличивающийся рост производства приводит к росту экспортных поставок. Сегодня в 17.30 выйдут обновленные данные по запасам. Если статистика будет на стороне продавцов, то нисходящая динамика будет усилена и продолжена. Я также допускаю, что настроения могут так же быстро измениться в сторону покупок, как это было вчера в сторону продаж. Но это, опять же, должно и вами допускаться, потому что мы ждем вот это заседание ОПЕК, и на рынок будут выбрасывать все комментарии разного толка. Но нужно уже принять для себя конкретную позицию, и я стараюсь транслировать позицию того, что нужно готовиться к этому заседанию ОПЕК, будучи медведем, то есть рассматривая только короткие позиции. Рубль 62.14. Вчера мы еще раз убедились в том, что российская валюта готова тут же девальвироваться по мере снижения цен на нефть. Видели, как и рубль фактически против доллара близился к отметке 62.5. Сейчас 62.14. Посмотрим, как откроется сегодня рынок. Рубль уже застабил свои позиции выше 62. Мы рассчитываем на большую девальвацию, и этот расчет будет быстро реализованным, как только цены все же окончательно уже закрепятся ниже 75 долларов за баррель. Европейская валюта против доллара. Вчера тоже довольно волатильная сессия. Поначалу трейдеры стали продавать евро, основываясь на укреплении курса доллара, основываясь на очередной порции слабых отчетов. Отдельные релизы по активности в производственном секторе в сфере услуг оказались лучше, значительно прошлых месяцев. Но все равно тенденция нездоровая. Сектора продолжают находиться в довольно утручающем состоянии. О причинах мы уже говорили. Под конец торговой сессии интерес к евро снова возник. Я думаю, что отчасти он был связан с комментариями и с довольно интересным видеоматериалом, который между тем абсолютно ничем не подкреплен и абсолютно не обоснован. Но для позиции в пользу тех, кто сейчас осматривает евро с точки зрения покупок, этот материал явно был вдохновляющим, поскольку Bloomberg позволили себе сделать заявление, что на заседании Европейского центрального банка, оно состоится, по-моему, 14 июня, будут подняты вопросы о выходе из программы количественного смельчения. Очень долго обсуждали эту тему и, в конце концов, никакого стоящего аргумента. Лично я, просматривая этот материал, так и не получил и не увидел. Надеюсь, друзья, то, что вы понимаете, почему политика должна оставаться мягкой, так же, как и я, видите причины, из-за которых не стоит даже корректировать сейчас программу количественного смельчения. Я напоминаю, что до этого мы говорили с вами о политической неопределенности, о слабой статистике и ссылались, опять же, на то, что реально сейчас изменилось отношение трейдеров к тем изменениям, которые могут произойти в политике Европейского центрального банка. Сейчас ожидается повышение процентной ставки и вообще какие-либо коренные изменения, в том числе и в действующих программах количественного смельчения, не раньше 2019 года. Поэтому я позволю себе предположить, что 14 июня мы лишь услышим еще раз о важности сохранения мягкой экономической политики неизменной от Марио Драги, которую возглавляет Европейский центральный банк. Поэтому по евро позиционно должны сохраняться, опять же, медвежьи прогнозы. Я думаю, что к коротким позициям можно будет активно возвращаться после того, как пара евро-доллар вернется ниже отметки 1,1650. Сейчас курс евро находится выше для тех, кто, опять же, не прочее рискнуть. Может быть, и не лишена смысла попытка попробовать использовать потенциал как к срочному восходящему ралли, но объемы рабочие должны быть, конечно же, скромными, потому что это лишь возможность поиграть на контр-тренде. Не забывайте о том, что суть трендового движения всегда следующая, что за небольшими откатами все равно рынок приходит к выводу о том, что нужно двигаться в прежнем направлении. И развороты, как правило, происходят довольно существенными. В целом по евро я сохраняю медвежьи прогнозы, взгляды, если не хотите имитаться. Держим короткие позиции. Европейский фондовый рынок. Вот здесь я позволю себе сделать рекомендацию покупки одного из самых интересных и динамичных сейчас фондовых активов, индексов. Это немецкий DAX30. В наших терминалах он под тикетом GER30. Сделка Болимит с уровнем 12 720 пунктов. И здесь логика следующая, что все эти политические неурядцы, которые случились в еврозоне и целый блок слабых отчетов, в конце концов, как я уже отметил, создают условия для отсутствия изменений в денежно-кредитной политике. А если эти изменения будут отсутствовать, значит политика останется мягкой. Мягкая экономическая политика – это хорошие условия для роста европейского фондового рынка. И на этом рынке явно появится еще больше драйвер-катализатор для укрепления позиций. В том случае, если продавцы все же в ближайшее время смогут навалиться на продажи евро, тогда ослабление курса национальной валюты подстегнет и снова очередной интерес к евростоксу и к DAX и так далее. Сделка, в принципе, уже обозначена. Если вам интересен этот рынок с точки зрения покупок, можете ориентироваться в том числе и на этот уровень. Британская валюта выше отметки 1,34. Рост последовал, как и ожидалось и предполагалось, на выход сильных данных по активности в сфере услуг. Неудивительно то, что фонд отреагировал такой динамикой. Ведь, собственно, на сферу услуг приходится больше 80% экономического роста. Это улучшение вслед за активностью в производстве и в строительном секторе создает ожидание того, что в августе Банк Англии вернется к вопросам повышения процентной ставки. То есть работаем, в принципе, с той же самой идеей, что и раньше. Сейчас у нас больше аргументов для этого. Думаю, можем ориентироваться на сохранение восходящего импульса и движение пары фунт-доллара в районе 1,37. Если последующие отчеты будут в конве, опять же, сильных данных по активности в производстве в сфере услуга и строительстве, то этот рост неминуемо будет продолжен. Доллар-канадец. Вчера, может быть, именно канадцу уже по итогам стоит отвести статус и звание основного с точки зрения волатильности инструмента. И действительно, пара доллар-канадец вчера достигла максимума с последние 2,5 месяца. На отметке 1,3066. Правда, к сожалению, результаты закрепить не удалось. И после этого, собственно, доллар начал активно терять позиции, а канадская валюта выигрывает. И снижение продолжается сейчас. Но я хочу напомнить вам, друзья, что вчерашнее ралли, оно было не на пустом месте основано. Во-первых, поддержку этому ралли оказало снижение цен на нефть. Поэтому в случае возобновления распродаж нефтянки в предстоящие дни мы будем говорить о неизбежном возвращении пары к выше уровня 1,30 и движение к еще более высоким сопротивлениям. Но, на мой взгляд, самая главная причина распродаж канадца была связана с комментариями относительно того, как идут переговоры по нафту. Американские участники делегации этих переговоров, там даже со ссылкой, можно сказать, и на Трампа, обозначили идею того, что соглашение по нафту может и вовсе и не быть. Здесь реакция последовала мгновенно, потому что и без того неопределенность сейчас в Канаде существенно возрастает, потому что Соединенные Штаты Америки, как рынок сбыта, это основной для Канады. И это соглашение нафта в прошлой реакции тоже является ключевым. Больше, по-моему, 75% экспорта Канады приходится на США. Поэтому, если американцы, если Трамп будет гнуть линию этих ограничений, пересмотр соглашения с отстаиванием исключительных интересов именно американской стороны, в проигравших будет Канада, и эти потери могут оказаться довольно существенными. То есть, есть даже скептические, может быть, чрезмерные прогнозы, то, что канадская экономика, в случае, если соглашение будет пересмотрено и будет явно не в интересах Канады, в перспективе 2-3 лет лишится не меньше 0,5% экономического роста. Ну, может быть, это действительно и так. То, что инвестиции сейчас бизнеса снижаются, это очевидный факт. Вот вчера также вышел еще и отчет о производительности труда. В Канаде снижение резкое на минус 0,3%. С одной стороны, снижение производительности труда отражает более низкий спрос. И, соответственно, падение производительности также приводит к более низким показателям не объема выпуска, а продукции. Вот как раз сегодня я сослался на то, что мы ждем данные по показателям экспорта и импорта. Мне очень интересно посмотреть, насколько изменилась динамика экспорта за последний месяц. Я думаю, что будут слабые цифры, которые могут усилить давление на канадца. Также напомню вам, что очень неспокойная сейчас обстановка по поводу экспортных статей, нефтяных статей поставок Канады в США, поскольку американские производители действительно уже вышли на тот уровень, когда их неисланцевые производители создают условия не только для высоких показателей экспорта на международные рынки и создают эти возможности, но и полностью покрывают потребности на внутреннем рынке. Поэтому у США нет уже причин импортировать канадскую нефть в тех объемах, что были раньше. Я никак не могу, с учетом такого новостного фона, позволить себе купить канадцев, потому что это точно полностью шло в разрез вообще с фундаментом, который сейчас складывается. Я стараюсь закрывать глаза на ту бешеную волатильность, которая сейчас наблюдается, и в целом держать длинную позицию в расчете на то, что пара доллара канадец доберется до уровня 1.30 на 3. Сегодня на азиатской сессии интересно смотрится еще и австралийская валюта. После выхода данных по экономическому росту, вот два отчета, и эти два отчета повлияли на интересы к этой валюте. Это роничные продажи, которые превзошли ожидания от вчерашней показателей ВВП. 3,1% с 2,4% в годовом выражении, 1% в квартвале с 0,5%. Я лишь советую использовать текущее краткосрочное ралли по австралийцу для более выгодных продаж, очень хорошим уровнем. Кстати, мы прямо сейчас в момент проведения брифинга могли до него добраться. Sell limit как ордер активности с отметки 0,7670 в расчете на то, что австралийцы все же вспомнят про последний комментарий буквально вчерашнего Резервного банка Австралии относительно мягкой экономической политики и в расчете на то, что австралийцу будет трудно сейчас соперничать с американским долларом. В частности, доллар и японская иена никак не может забраться выше 110, хотя отделяет эту пару от данного значения все лишь несколько пунктов. Оснований для роста все больше и больше. Вчерашний день не стал исключением в плане фундаментального позитива. Индекс активности от маркета 56,80, 55,7 и более важная статистика – это активность в сфере услуг от АСМ 58,6, 56,8. Многомесячные максимумы продолжаем получать сплошной позитив. Дальше у нас еще несколько отчетов по штатам. И, собственно, надеюсь, что эти данные смогут привить интерес покупателей к этому активу и поспособствовать тому, чтобы доллар и японская иена продолжили расти параллельно с ростом доходности американских облигаций. Основные идеи, друзья, остаются неизменными. Фонд в целом тоже не меняется. Этот фонд по-прежнему благоволит, скажем, отыгрыванию продаж рисковых активов, за исключением британца, и покупки доллара. Но по нефти мы продолжаем вариться в каше старого новостного фона и ждем с нетерпением новых комментариев о том, почему все же сделку аналитического пакта нужно изменить в текущей редакции и отказаться от желания ее продлевать до конца 2018 года. Рынок нефти уже подает сигнал на то, что готов показать серьезные распродажи, может быть даже готовит нас к тому, что эти распродажи последуют в ближайшее время. Я надеюсь, друзья, что вы уже приняли решение, как торговать, и очень хочется верить в то, что вы, так же, как я, видите потенциал для снижения этого сектора. На этом, собственно, все. Большое спасибо всем за внимание. Увидимся завтра в 9.30 по московскому времени, как и всегда, в прямом эфире через Перископ. Приложение достаточно установить на ваше мобильное устройство. Всего доброго. До свидания.